Добрый день, уважаемые телезрители, добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире передача Якутск. Сегодня у микрофона я, редактор Мария Ким. Со мной работают в том же составе мои коллеги Николай Слепцов-Айден и Ольга Степанова. С 13 по 14 мая марта в Якутске пройдет 12-й гражданский форум, посвященный Году семьи в России и Году детства в республике. На полях состоятся обсуждения и поиск решения наиболее важных проблем нашего общества. На два дня объединят свои силы, идеи, возможности представители гражданского общества, НКО, гражданские активисты, органы местного самоуправления, бизнес-сообщества и власти КУТИ. И сегодня у нас в гостях Елена Карловна Колесникова. Да, добрый день, уважаемые слушатели. Председатель комиссии по социальной политике, демографии, защите семьи и детства, общественной палаты республики Саха-Якутия, председатель якутского республиканского отделения общероссийской общественной организации «Общее дело». Поговорим о гражданском форуме, он буквально стартует у нас через день. С чем вы туда придете и за какую секцию, дискуссионную площадку вы будете отвечать? Да, удивительное такое событие, потому что это такая площадка для общественности. Мы много кричим о том, что мы должны развивать гражданское общество. Это как раз такая площадка, где гражданское общество может между собой, внутри, с друг другом, при подключении и государственной власти, и различных органов власти, законодательной и так далее, и привлечением очень много интересных экспертов, мы можем обсудить как раз насущные проблемы и решить их. Решить главное. Да, самое главное, что решить, потому что, по сути, вот эта вся общественная деятельность и наше гражданское общество направлено на решение сложных социальных проблем, на которых не успевает реагировать государство в той или иной причине, или не успевает вот эта такая большая махина, бюрократическая, как-то среагировать. Поэтому, по сути, люди, которые находятся близко к этим проблемам, их действительно в нашем обществе достаточно много, и они реагируют на это сразу. Это те как раз неравнодушные люди, для которых это вот задевает их сердце, и они хотят что-то сделать лучшее для общества, для своего окружения, для того поселения, где они живут. На самом деле, вот я смотрю, очень много передвигаясь по республике, я смотрю, что таких у нас людей по республике очень много, активных, желающих изменить не только свою жизнь и своего близкого окружения, но и уже в глобальных таких размерах, это на уровне района, на уровне своей республики, они вот вносят свою положительную, позитивную лепту. Наша дискуссионная площадка, четвертая, она так и называется, от летия детства в России к году детства в республике Сахай-Котия. Ну, тоже такая тема, что всё-таки, понимая, что оставляя, мы уже это поняли, по итогам многолетней такой нашей жизни, что если мы оставляем детей своих без какого-то информационной поддержки, без какого-то воспитательного элемента, то мы можем потерять, потерять просто наших детей. Да, взаимосвязь вот эта вот какая-то всё равно. Да, она должна быть, и все мы проходили то же детство, мы понимаем, что очень, и мы тоже в своё время каким-то деструктивным моментом были очень подвластны. Но у нас-то есть уже опыт, мы уже понимаем, как это работает, мы понимаем, насколько дети, с одной стороны, они такие ещё ершисты подросткового возраста, а с другой стороны, они такие открытые ко всему и порой очень негативные. Поэтому наша задача, вот эти негативные, деструктивные такие течения в молодёжной и детской среде их как-то компенсировать. То есть понятно, что мы не можем там запретами действовать, это должно быть очень чётко, знаете, так педагогически красиво, да, ни назойливо, ни с такими какими-то жёсткими наставлениями и так далее. Ну, вот мы до эфира ещё с вами разговаривали о том, что, чем, конечно, вот я думаю, одним из самых центральных проектов нашей площадки от десятилетия детского года детства в республике, как раз мы хотим представить наш проект, Российская общественная организация общей дел у нас в республике, наше отделение уже с 2019 года работает. Наш проект направлен на работу с детьми-добровольцами в школах. На что мы направлены? Это как раз профилактика табакокурения, наркомании, употребления алкоголя и многих таких деструктивных явлений. Но самое главное, что не мы ходим по школьникам и рассказываем, как надо жить, а как не надо жить. Самое главное, что у нас проходит вот эта вся работа в формате сверстник-сверстнику. И когда наш доброволец приходит к ребятам, он показывает пример, он вносит некую моду на здоровый образ жизни, на какое-то нравственное поведение. То есть он показывает, а что, вот я могу, вот посмотрите, как я, и вы можете так же. То есть получается, у нас наши добровольцы-то некий такой идеал, да, какой-то получается, да, к которому дети стремятся. Но он такой идеал не то, что недоступный, а вот он рядом. Вот рядом там Маша, Вася, Петя, с которыми мы дружим, с которыми мы общаемся внутри школы, и которые придерживаются таких положительных, позитивных примеров. Они там живут трезво, они, у них какие-то есть положительные такие убеждения по поводу того, как нужно свою семейную жизнь строить, и так далее, без ранних половых связей, и так далее. Что для нас это тоже является такой сложной, да, такой темой в наше время. Вот, поэтому что мы делаем? Значит, наши ребятки, они проходят обучение добровольцами. На сегодняшний день их порядка 200 человек по всей республике. Но это маловато, на самом деле, я хочу сказать, для того, чтобы делать какую-то конкуренцию тем людям, которые вводят вот эти вот вещества. Ну, например, да, возьмем, например, такой пример. Алкогольные компании в год, у них доход порядка 4 триллионов рублей в месяц. Это, ну да, это вот размер оборонной промышленности у нас, оборонки. И по всем законам маркетинга на рекламу своей продукции они направляют порядка 400 миллиардов рублей. Мы ее не видим, эту рекламу, мы, знаете, ее не замечаем. Но она как впечатывается к нам в мозг, когда мы смотрим сериалы, когда мы смотрим каких-то блогеров, когда мы смотрим какие-то видеоролики, там, певцов и так далее. А там каким-то незаметным путем, да, вот все время в экране проходит, это называется product placement, такой вид рекламы. И там все время там либо какие-то, значит, электронные сигареты, либо какой-то алкоголь, и это продвигается. Ну, например, там, ну, уже объявлен, по-моему, инагентом, Моргенштерн, он еще даже не выпустил свой ролик, но до выпуска роликов он, значит, заявил о том, что он получил за него 50 миллионов рублей за рекламу водки. Она просто там в кадре промелькнула. Да, поэтому идет массированное воздействие в первую очередь на наших детей, вот, потому что мы-то уже для себя, может, где-то сделали выбор, кто-то там отказался от вот этих веществ, кто-то там, ну, придерживается их, но самая главная, как говорится, борьба маркетинговая, рекламная, как раз на поле именно с детьми и с подростками там начинает развиваться. Вот, и поэтому борются за них. Кто у нас? Самые такие продвигатели, это как раз молодежные кумиры, это молодежные различные сериалы, где-то все, значит, очень мощно транслируется. И не понимая этого, на самом деле, молодежь у нас вовлекается вот в это такое аддиктивное поведение, и они, самое интересное, что они уверены, что это их выбор. То есть, когда к ним приходят взрослые и говорят, что вот это нельзя, это плохо для вашего здоровья, у них есть ощущение, что это их выбор, потому что там, как вот говорят наши знакомые, которые там поработали в этих маркетинговых отделах этих фирм, они говорят, что там гении рекламы, маркетинга. То есть они... Прямой рекламы так таковой нету, но... Да, прямой, вот в том-то и дело, что ее нет, вы никогда не поймете, что это реклама, что это просто какое-то даже психологическое, такое психофизиологическое воздействие, что ребенок говорит, блин, я хочу вот так, я хочу вот так жить, я хочу так веселиться. И у него идет прямая ассоциация именно там курить эти электронные различные гаджеты или, например, употреблять алкоголь. Поэтому здесь для нас очень важно создать такой образ детей, которые... ну, другой делает выбор. Они делают его осознанно, мы никого не составляем. Вот, обычно к нам приходят дети, которые по своему желанию хотят работать. Мы обычно проведем какие-то крупные мероприятия, и по итогам их уже дети решают, да, я хочу вот с этой организацией поработать. Что, как они, как вообще это происходит? То есть у нас создаются фильмы, мультфильмы общего дела, которые не только создаются ребятами-режиссерами, они еще и психологи, и они же еще являются экспертами Роскомнадзора. Те люди, которые знают, как нужно подавать вот эту информацию, чтобы детям было неинтересно попробовать, а чтобы они действительно понимали, что они не хотят так жить. То есть чтобы они осознанно понимали здесь всю плачевность вот такого негативного выбора и все деструктивные, может быть, результаты, если они, например, сделают такой выбор. Вот, и поэтому уникальный тоже такой профилактический контент, вот эти фильмы, мультфильмы. И каждый доброволец у нас снабжается специальной программкой, где прописан урок от «Здравствуйте!» до «Сложных вопросов». Они показывают этот фильм, организуют беседу, и проводят таким образом огромную систематическую комплексную профилактическую работу в школах. То есть у нас создаются команды добровольцев, которые вот работают вот по этим материалам. А самое радостное для меня, что это уже целая армия, 200 человек во всей республике, и будут приумножаться и приумножаться, потому что за ними я так думаю, что если идет только на увеличение количества данных добровольцев, то все будут за ними. А я вот не понимаю, они как сверстник к сверстнику приходят, да? Да, они приходят как сверстник к сверстнику. То есть они работают в основном в своей школе. То есть там делают это все работа. То есть еще раз, если посмотреть на такую неравную, как говорится, борьбу, значит, вот эти трансфессиональные крупные компании, которые внедряют через какие-то косвенную рекламу вот такой вид поведения, потому что они имеют с этого деньги огромные. А что нам противостоит? Мы теряем огромное количество населения ежегодно, притом детей все больше и больше, и все мощнее и мощнее в этой тяге, вот, к сожалению, да? И поэтому для того, чтобы какую-то вообще хотя бы иметь какую-то возможность этому противостоять, вот нужно действительно очень массово это делать. То есть когда, например, просто учителя приходят и там раз даже в полгода показывают какой-то фильм, рассказывают какую-то информацию, ну, она такая малодейственная. Когда какие-то специалисты, вот мы с Центром профилактики совместно работаем, они уже привлекают активно наших детей к работе. Тоже понимаем, что специалисты, его не хватит на такой объем. А когда у нас будет в каждой школе такая команда, которая будет, как говорится, на такой системной основе проводить подобные занятия, то это уже можно говорить о какой-то комплексности. То есть тогда мы уже можем какое-то реальное противостояние вот этому аддиктивному поведению предоставить. Чем мы поддерживаем? Понятно, что, ну, на самом деле это удивительные вещи, когда, вот я помню, у нас был форум по мужскому здоровью, и основная проблема – это высокая смертность мужчин у нас в России. И, как говорят, наш социальный блок всероссийский, это и Татьяна Голикова, зампредседателя правительства России, и министр здравоохранения Михаила Мурашко, они говорят, что 70% вклад в смертность нашего мужского населения – это алкоголь ассоциирования причин. То есть большинство мужчин, особенно трудоспособный возраст, у нас погибает от алкоголя. Ну, это маленькая толика ещё того, что у нас приносит, например, алкоголизация. И вот мы говорили тогда на форуме мужского здоровья, что это так всё страшно, всё так тяжело, и непонятно, как решать. И как раз было время, были мои добровольцы, я вот их подняла, и я представила, говорю, посмотрите, вот эти ребята каждый день делают вот эту работу. То есть взрослые люди сидят, они не знают, как это решать, а дети уже на уровне профилактики, это действительно уже вносит огромный вклад. То есть они, по сути, реализуют государственную политику в сбережении народа, особенно мужского населения. Поэтому если, конечно, это всё на системный уровень вывести, то это, конечно, большие плюсы будут. А если ещё сказать о том, что у нас 60% наркоманов на сегодняшний день – это молодёжь, то, конечно, нужна такая серьёзная работа. И удивительным образом на этом фоне дети – это одни из самых таких, как сказать, ну, они реально мощные энтузиасты. Они работают, им это нравится, они, конечно, не воспринимают это, что они какую-то там такую государственную политику реализуют. Им это всё... На самом деле, да, такая ответственная задача на них. Да, ну пусть они об этом лучше не знают, потому что они, наверное, будут как-то бояться на себя брать эту ответственность. Вот. И самое главное, что они ещё получают такие важные для себя плюшки. То есть они проходят обучение основам профилактики лучших экспертов России. Например, у них тренер по командообразованию и лидерству, это Дамир Нигматянов, который является тренером топ-менеджеров, топ-компании «Росатом», «Роснефть», «Сбербанк». И могу сказать, что его республика до сих пор не может привести, потому что он дорогой очень спикер. Но для наших детей, например, проводят такие занятия бесплатно. Абсолютно. Был у нас в республике, прижал за свои деньги, специально, чтобы обучить наших ребят. Вот. То есть, ну, это как бы в планах его благотворительного взноса. Он руководитель попечительского совета нашей организации. Вот такие люди у нас работают. То есть отдают своё время. То есть понятно, что они состоялись как очень успешные люди, но при этом они хотят это ещё и передать молодёжи, чтобы она пользовалась этим для таких благих намерений, для благих своих дел. И по-моему, ну, вот не буду называть имени, но у нас одна из таких очень крутых лидеров нашего движения – девочка. Она в какой-то момент стояла на учёте КДН. именно за вот употребление. Вот. И так волшебным образом получилось, что она к нам пришла. И вы знаете, человек очень мощно преобразился. Она стала абсолютно сейчас по-другому всё воспринимать. Она стала лидером, просто она таким мощным лидером во всём стала проявляться, стала отличницей. И, ну, там действительно, когда, знаете, когда дети понимают, что они могут изменить общество, мир к лучшему, они, ну, и прям какая-то, вот у них какая-то появляется энергия, желание. И они начинают прям во всём подтягиваться. Вот я вижу это на наших добровольцах. Это просто удивительная метаморфоза. Удивительно. Они меняются такими, становятся профессионалами. Потому что вот дети вырастают, и они вот эти приобретают навыки, которые им очень помогают. Притом наши многие ребята после вот этой деятельности устраиваются на работу, когда они говорят, что они работают, работали добровольцами. Они прошли вот такие обучающие курсы по ораторскому мастерству и легко проводили занятия перед детьми на многие прям должности и уберут с руками, ногами. Такие дети, нужны те навыки, которые они приобретают во время вот этой деятельности, они очень востребованы, когда они уже идут в такой уже взрослый мир, в работу. И хочется в этом моменте прям уточниться. Всё это и вся эта работа проходит у нас в Якутске. Да. И идёт по всей республике. Ну, по многим районам, скажем так, но ещё хотелось бы охват значительно увеличить, чтобы прям максимально во всех районах. Мне кажется, вообще, вот сейчас так быстро идёт с этим общим делом, что за вами очень многие пойдут. Тем более, если там сверстник к сверстнику, и тем более такая жизненная история. Девочка может стать ярким примером того, как можно пойти практически, не буду говорить по правильному пути, у каждого же, каждый взгляд на правильный путь. Что она изменила свою жизнь. Изменила свою жизнь в лучшую сторону. И вот ярким примером. И вот она среди, и она в числе добровольных. Наверное, мне кажется, это не единственная история, да? Это не единственная история. У нас были истории, когда, например, приходили к нам в движение, потому что у них родители были проблемные. И у кого-то получилось решить эту проблему со своими родителями. Даже так? Да, да, да. Даже так было. И вы знаете, я помню просто... Ну, у всех бывают такие моменты, особенно в общественной деятельности, когда устаёшь от неё и думаешь, блин, как я устала. Может, всё это бросить. Но не тут-то было. И одна девочка мне просто сказала, говорит, Елена Карловна, вы не представляете, как я вам благодарна, потому что я не знаю, кем бы я могла стать, вообще во что бы я могла укунуться, потому что потом она мне сказала, что она стояла на грани употребления наркотиков. И благодаря тому, что она пришла к нам в движение, она не стала употреблять их, и она в девятом классе стала предпринимателем. То есть она настолько ярко выстрелила... И вот уже прям сдаваться уже, и после таких слов скажите, нет, я буду дальше, я буду и не устала. Вот, поэтому я просто смотрю, как дети, когда они вот этому направлению не поддаются, вот этим соблазнам, и при этом они вырастают у нас в движении ещё как лидеры, им это очень помогает. Вот я просто как будто бы один ребёнок лучше другого. У нас такие ребята там выходят из нашего движения, что прям можно писать книги. То есть это им очень-очень помогает. То есть вот только что, буквально на днях я разговаривала с... Я просто боюсь, не хочу как бы сильно-то как бы... Ну, чтобы поняли, о ком я говорю. Но вот педагог звонил из этой школы, где эта девочка стала мощным лидером, которая стояла на учёте КДН. Она говорит, вы знаете, такие метаморфозы с ней случились. Поворот просто на 180 градусов. Она говорит, я не знаю, куда бы пошла бы её жизнь, если бы она осталась вот в той как бы среде, в той атмосфере. А теперь это просто, это действительно лидер нашего общества. К сожалению, Елена Карловна, я так хочу, чтобы вы пришли ещё раз к нам на передачу, но мы уходим на перерыв и прощаемся с нашей Еленой Карловной. Спасибо вам большое. Ещё раз здравствуйте, уважаемые телезрители, радиослушатели. В эфире передача «Якутцев сегодня». И мы продолжаем нашу передачу. И у нас в гостях Кашперская Наталья Альбертовна. Она заместитель председателя Общественной палаты Республики Саха-Якутия, член Общественной палаты Российской Федерации. И на сегодняшней нашей встрече мы будем говорить о патриотизме, о единстве и сплочённости. Добрый день. Здравствуйте, Анталия Альбертовна. Мы очень рады вас тоже видеть у нас в передаче. И я хотела бы спросить первым вопросом. Что такое патриотизм и как у общества меняется к нему отношение сейчас в наше время? Да, вы знаете, вы абсолютно правы, потому что вроде бы очень простое слово, которое мы слышим с детства, но тем не менее к нему отношение в разные периоды развития нашего общества было всегда разное. в нашем пионерском детстве, в том, когда мы все были патриотами, мы все любили нашу родину, и никому в голову не приходило, что когда-нибудь быть патриотом станет немодно, согласитесь. Но потом, к сожалению, наступили такие времена, когда всё изменилось, вызовы времени были другие, и на первый план, к сожалению, вышли такие понятия, как маржинальность, зарабатывание денег, успешным человеком стал тот, кто может устроиться в этой жизни получше, а ещё лучше уехать за пределы нашей страны. Ну, то есть вот это веяние времени, оно было таким, к сожалению. И когда у руля нашего государства стал Владимир Путин, и вот тогда я хорошо помню, что обсуждалась... Я работала учителем в школе, учителем литературы, для меня это было очень важно. И обсуждали тогда вопрос, да, национальная идея, какая она должна быть. Я помню, что предложение Путина как раз тогда было связано с патриотизмом, что ничего не может объединять нас все вместе, как только любовь к нашей родине. И тогда мы слушали это и думали, ну да, наверное, это правильно, но это не сработает. Вот у меня тогда было такое ощущение, что оно не сработает. И действительно, сработало гораздо позже, потому что к этому мы шли долгими десятилетиями, потому что мы понимаем с вами, что можно изменить что-то в нашей жизни быстро, а что-то, например, как ментальность, она меняется очень медленно. Поэтому вернуть моду на патриотизм было сложно. Но, наконец-то, наступили те времена, когда мы сейчас ценим тех людей, которые гордятся тем, что они живут в Российской Федерации, тем, что они живут в Республике Саха-Якутия и не мечтают о том, чтобы покинуть наш регион. Самый большой и замечательный. Поэтому, да, меняется отношение к патриотизму. Я очень рада, что такие позитивные преобразования происходят в нашей жизни. Вот. И, вы знаете, странно так, но я даже в те самые плохие для этого термина времена, я почему-то всех людей удивительным образом делила на патриотов и не патриотов. И это даже не было связано, может быть, с понятием Родины. Ну вот, например, ты работаешь на каком-то предприятии, и с последних сил ругаешь своего руководителя вообще, и это предприятие. И я всегда говорила, а какой смысл здесь оставаться и ругать его? Если ты ничего не можешь изменить, например, да, если у тебя не хватает смелости и сил прийти к руководителю и сделать какие-то предложения, а давайте сделаем вот иначе. Если ты этого всего не делаешь, а просто в кулара ходишь и нашёптываешь своим коллегам, что всё плохо, всё не так, это не патриотично, говорила я. Такая принципиальная молодая девушка была. Вот. Но я думаю, что я правильно, видимо, поступала. И это тоже ведь патриотизм, правда? Вы же любите свою работу? Очень. Я тоже люблю свою работу, и я всегда отстаиваю честь мундира, что называется. То есть даже если о моих коллегах кто-то говорит плохо, либо о том учреждении, в котором я тружусь, я стараюсь из последних сил либо изменить ситуацию, либо всё-таки доказать обратное, правда же, молчать нельзя. Вот. Это тоже патриотизм. И для меня все люди это вот... Патриот это тот, кто любит свою семью, тот, кто любит свой дом, тот, кто любит место, где он родился, кто любит то предприятие, на котором он работает. А если ему оно не нравится, то он должен уйти и найти то место, где ему будет комфортно. И это патриотично. Ну вот у меня такое понимание этого было. Но я думаю, что может быть где-то наивно, но всё-таки думаю, что правильно. И вот сейчас, когда наша страна защищает свои границы, целостность нашей страны, патриотизм... Вот вернулось то самое понимание патриотизма с защиты своего отечества, которое было когда-то, когда наши дедушки отдавали жизнь за наше светлое будущее. И теперь эта фраза уже не шаблонно звучит, не штампом. А теперь это уже звучит как бы... Мы понимаем её смысл, к сожалению. Вот теперь опять патриотизм, он очень многоликий, очень многогранный. И поэтому форум, который у нас будет на днях, вот 13-14 числа, гражданский форум, принять участие в котором может любой житель республики Саха-Якутия, вообще без всяких ограничений. Вас мы тоже приглашаем, приходите. Вот, и будет одна из секций, модератором которой буду являться. Я очень горжусь этим. И она называется «Грани патриотизма». И вот мы как раз посмотрим с разных точек зрения на это понятие, и каждый из спикеров, кто придёт на неё, он расскажет, какой смысл он вкладывает, и что он делает для того, чтобы понятие патриотизма вошло в душу каждого человека, и чтобы мы гордились тем, что мы живём в нашей стране. Гордились нашей страной, её достижениями. Ну, вот как-то так, наверное. Я хочу подметить о том, что вы очень правильно сказали, что есть патриоты, и есть не патриоты. Да, да. Это, знаете, у меня очень хорошая знакомая, которая сказала, какой смысл ругать свою жену, если ты всё равно с ней за вечерним чаем будешь за одним столом сидеть. Да, никакого смысла нет. Поэтому нет смысла ругать свою страну, свою родину. Надо просто пытаться сделать всё от тебя зависящее, чтобы она была сильнее, чтобы она была лучше. А ругать бессмысленно абсолютно. Да. Вот, то есть только тратишь свои эмоции, свои силы. Вот. И здесь возникает очень важный вопрос, как наших детей, как наших подростков, молодёжь, всё-таки приобщить к этому чувству, чтобы они тоже поняли это. Ой. Вот мне кажется, вот мы, да, я извиняюсь, потому что мы, это вот 90-е годы, мы чуть-чуть маленькие годы. Нам проще понять. Это правда же? Да. Ну, опять же, да, вот иногда я смотрю, вот сейчас же в школах гимн исполняют, и флаг поднимают обязательно. Да, да, да. Но были времена, когда вот, допустим, я приходила, когда ещё ничего этого не было, дети во время гимна, дети встают и кладут на сердце свою руку. Я только улыбка чуть-чуть. Я только рассматривала, а тогда ещё улыбка уже. И времена были другие. Да, да, да. Мне кажется, они, почему-то мне кажется, что они более патриотичны и более близки к этому. А вот мы понимаем, но мы маленько потерянные. Мы потерянные, потому что мы видели развал страны. Да. Я выросла в Сангарах, и я хорошо помню там какой-то 2007 год, когда я ехала по улицам Сангара в такси и плакала на взрыв, потому что это моя малая родина, по сути дела. Я там пошла в школу, и я там выпустилась из Сангарской первой школы. Ну, как бы вот юность, да, взросление. Вот. Было просто обидно, что центральных улиц нет. Вот просто их нет. Все дома ушли, да, и восстановления ещё тогда не было. Сейчас уже красивый посёлок. Опять он становится красивым постепенно. Вот. Но это было страшно, вот когда ты теряешь свою родину. Да. Конечно, очень сложно совсем маленьким детям сейчас немного проще. Вот. Но всё равно я хочу обратиться ко всем родителям, чтобы они понимали, что от того, что мы за вечерним чаем говорим между собой, и что слышат наши дети подрастающие, от этого и зависит, вырастут они патриотами или нет. Понимаете? Но вообще в Якутии не так всё плохо, надо сказать. Да. Вот уже всё. У нас не так всё плохо, потому что несмотря ни на что, и вопреки всему, я очень уважаю это, у нас у каждого, независимо от национальности, у нас есть якутский наряд дома. Вот. Да. У нас есть украшения в национальном стиле. Национальный праздник. Да. На всех обязательно, независимо от того, можешь, не можешь, русский ты или не русский по национальности, мы всё равно всё собираемся и идём. Все традиции соблюдаем, и здесь как бы вот это переплетение культур. Мы и Пасху отмечаем, и оладушки раскладываем перед какими-то знаковыми событиями в твоей жизни. У меня моя подруга предложила, давайте сделаем памятник нашему якутскому оладушку, потому что везде, на границах всех улусов мы это видим. Это работает, видимо, если это люди делают. Правда же? Поэтому это очень важно. А вот ещё же уезжаем с нашей верой, вот уезжая где-то, там бывает в других российских городах, там за границей, оладушки и там. Конечно, конечно. Потому что таксицион наш. Мы в Москве, там, например, бываешь на каком-то конкурсе, ты выходишь из гостиницы и видишь, нет оладушков, но есть пять кусочков хлеба солнышком раздавлен. Здесь наши! Это вот наши. Да? Ну, то есть, ну, не было под рукой оладушков, но всё равно мы хотя бы хлеб положили, поэтому мы точно понимаем, что наши ребята здесь, и они на пороге какого-то знакового события. Но это тоже патриотизм, это вот связь, правда же? Это связь со своей родиной, с культурой, конечно. Это очень важно. Вот, поэтому приходите, будем обсуждать, будем смотреть, что нужно сделать для того, чтобы нашим детям было проще. потому что мы прямо через тернии шли к пониманию любви к родине, через сопротивление страшное. А сейчас, мне кажется, вот роль государства нашего не повторять везде о том, что нужно любить свою родину, нужно беречь там свои традиции. Это бессмысленно говорить. Самое главное – создать такие условия, при которых ребёнок почувствует потребность любить эту родину. Вот это очень важно. Создаст условия. И родители должны об этом помнить, что нужно создать условия, при которых ребёнок поймёт, что его семья – это крепость, это мой тыл, это надёжность. Не просто ругать его, а помогать. Действительно, это тыл обеспечить. И тогда он поймёт, что это я патриот своей семьи. Понимаете? Всё начинается с семьи. Да, всё начинается с семьи, всё начинается с детства. Но государство, надо сказать, делает достаточно много. Посмотрите, мы когда подъезжаем к любому населённому пункту, а я горжусь тем, что была практически во всех улусах нашей республики, если ты едешь по земле, ты обязательно видишь самое лучшее здание, и это школа. Рядом такой же красивый детский сад. Всё остальное – это уже вторично, но для детей делается всё. Условия для учёбы, для спорта. Посмотрите, сколько у нас спортивных объектов. Мы можем гордиться дорогами, по которым мы ездим. У нас есть чем гордиться. На самом деле, любую отрасль возьми, у нас есть чем гордиться. Поэтому благодаря нацпроектам, той политике, которую сейчас лидер нашей страны проводит, и Сен Сергеевич делает массу вещей, мэр нашего города делает всё для того, чтобы этот мастер-план сработал, и чтобы мы действительно завидуем, пускай нам все завидуют, что мы живём в самом лучшем арктическом городе Земли. Ещё в таких условиях мы строим дороги, социальные объекты. Конечно. И медицина. Какой замечательный центр у нас сейчас построен. Я рассказываю маме своей, которая живёт в Ростовской области. Я говорю, мама, у нас такой замечательный центр. Все люди, которые к нему попадают, они говорят, это же как будто Корея. Не больше, не меньше. Это у нас, в Якутии. Как здорово. То есть у нас, действительно, мы создаём поводы гордиться нашим регионам, гордиться нашей страной. И так патриотизм, он рождается лучше, понимаете. И в школах, как здорово, что есть, например, даже на уровне одного класса мы можем создать условия, при которых мы будем гордиться. Это наш чемпион. Он же победил у нас там-то, там-то. Я горжусь тем, что учусь с ним в одном классе, в одной школе. Или он из нашего района, этот чемпион. Поэтому спорт, он даёт основу патриотизму. Любое изобразительное искусство, пение, что угодно, победа в хоровых каких-то состязаниях, это тоже даёт повод гордиться собой, своими одноклассниками, своими родителями и так далее. Это он наш. Да, он наш. Он же из нашего, из Шунтарского района. И вот это тоже патриотизм, понимаете, мы гордимся этим. Любовь к родине, любовь к своему народу, любовь к своим землякам. Да, поэтому, друзья, коллеги, нам важно создавать эти условия, даже если мы видим, что их нет. Их нужно создать, это очень легко. Никто не заставляет нас строить новые дороги, этим занимается государство и делает это очень успешно. А вот на своём, на локальном уровне мы должны продумать это. Вот, поэтому каждый может сделать стоп себе и подумать, горжусь ли я тем, что живу в этом доме, в этом городе, работаю на этом предприятии. Можно изменить свою жизнь всегда и сделать так, чтобы было комфортно. Я с вами полностью согласна. И не смысла тратить свои силы на то, чтобы ругать кого-то. Лучше созидать. Лучше созидать, да. Я вот тоже выхожу, да, дороги строятся, ну это же круто. Когда такое было в последние лет пять, ну восемь, да, когда строится онкодиспансер, он самый крупный по всему Дальнему Востоку. Конечно. Кардиоцентр. Продолжительная жизнь увеличилась. Это всё показывает нам статистика. Конечно. Сейчас ещё вопрос ставят по строительству инфекционной больницы, плюс у нас ещё безопасные, качественные автомобильные дороги. У нас километры только растут и растут. Я говорю, что я помню свою дорогу из города Якутска до... Ну, Кабяй свой родной я не буду брать, а там по реке в основном а до горного района. И я помню, как там уазик-таблетка застревал в грязи по окнам, и люди его толкали. Понимаете? Вот это было на моей жизни профессионально. Я была тогда уже не ребёнком, это было совсем недавно. И сейчас ты едешь и не совсем веришь в то, что мы находимся в Якутии, и разметка тебе, и красиво, и чисто, и даже деревья рядом вдоль дороги, они не пыльные. К чему мы как-то привыкли уже с детства. Опять же, та часть людей, которые не потрют, как я считаю, они хотят всё и сразу. Не бывает такого. Нет, конечно. Это всё, мы идём и идём, а лучше и лучше же становится. Надо видеть эти преобразования, абсолютно точно. Те ванные критики сейчас не в моде, и наша задача с вами, со средствами массовой информации сообщать как можно больше позитивных, правдивых, позитивных новостей о преобразованиях в нашей жизни. Это тоже повод для того, чтобы гордиться нашей страной и нашим регионам. Потому что, как только наш голос смолкает и становится тише, диванные критики тут как тут. Они всегда. Это же как без них, да? И они начинают опять критиковать что-то, что у нас якобы не доделано. Ну, я не люблю их, скажу честно, я их не люблю. Едешь в такси, когда дороги не делаешь, говорят, ужасные дороги, сколько можно. Теперь начали делать дороги, и они теперь говорят, когда закончатся эти пробки, потому что делают дороги. Ну, а те вот ответственные лица за все эти проекты, они же постараются. Конечно, конечно. Как-то и в Паярково когда ремонтировали комнаты, и тут, и сразу, и там, и так. А как по-другому-то? Ну, большинство людей... Вспомните проспект Ленина? И тем не менее, и возрастные люди, и с колясками, и никто не жаловался. Мы все понимали, что это делается для нас. Для того, чтобы у нас красивый город был. Поэтому мы по пыли, как угодно ходили. Наш офис, я работаю в высшей школе инновационного менеджмента, находится на проспекте Ленина-1. Мы там тоже долго по буракам, по песку ходили. Но каждый из нас понимал, что наступит осень, и будет все очень красиво и здорово. И сейчас очень комфортно, красивое полотно, скамейки, парковка для велотранспорта. Ну, то есть, все прям здорово становится. И так радуется душа. Это тоже чувство патриотизма. Конечно. И радость вот эту вот... Да, и все продумано для людей. Какие-то дополнительные... Парковка для автомобилистов появилась. Поэтому, да, мне кажется, жизнь все-таки становится лучше. Наша сейчас задача с вами это все удержать, проголосовать верно. Вот на днях мы уже идем с вами делать свой выбор. И я очень хочу, чтобы мы не вернулись в те времена, когда патриотизм был в загоне, когда было немодно, стыдно говорить о том, что я люблю свою родину, что я патриот, что я уехала из Якутии на учебу, но обязательно вернусь. Мы это говорили только шепотом, согласитесь. Я не хочу, чтобы те времена вернулись. Поэтому приходите к нам, приходите к нам на секцию, обсудим все вопросы, все нюансы, выработаем план действий и ускорим все. Спасибо большое, Наталья Альбертовна, что пришли к нам. Мы, к сожалению, заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания и до новых встреч.